Привет, друзья! Многие знают Стивена Сигала благодаря участию в фильмах «Над законом», «В осаде», «Помеченный смертью», «Смерти вопреки» и многим другим, где актёр демонстрирует свои боевые навыки на плохих парнях. В реальной жизни Сигал более 10 лет прожил в Японии, где учился Айкидо у лучших мастеров и, как результат, заработал седьмой дан в этой дисциплине. Также принимал участие в обучении некоторым приёмам бойцов ММА, таких как Андерсона Силву или Отамачиду. Чтобы узнать, с чего начался путь Сигала как бойца и к чему это всё привело, давайте заглянем в его детство. Стивен Сигал родился 10 апреля 1952 года в американском штате Мичиган в городе Лансинг. По некоторой информации, отец Сигала, преподаватель математики, был евреем, а мать – ирландкой. Его бабушка и дедушка, будучи евреями, переехали в Америку из Санкт-Петербурга и сократили фамилию от Сигельман до Сигал. По словам самого Стивена, его дед по отцовской линии выходец из буддийского района России, перебравшийся в первой половине 20 века в США. Из воспоминаний актёра следует, что дед был монголом. С 7 лет мальчик начинает заниматься каратэ. К 15 годам он становится типичным уличным подростком, живущим от драки к драке. Примерно в это же время в его жизни произошёл переворот, изменивший Стивена навсегда. Он встретил мастера айкидо Кёси Исисаки. Стивен Сигал очень быстро стал лучшим учеником из Исисаки и участвовал вместе с ним во многих показательных выступлениях и фестивалях. В то время айкидо в Америке было совсем неизвестно. В возрасте 17 лет он принял решение переехать в Японию, чтобы учиться у лучших мастеров. В начале 70-х парень встретился с японкой по имени Мияко Фудзитани, которая стала матерью его первых двух детей, сына Кентаро и дочери Аяко. Уже в 1975 году Стивен стал первым американцем, открывшим в этой стране собственную школу айкидо. Он разработал стиль жесткого силового айкидо. Сигал стал тренироваться с лучшими мастерами и был очень способным учеником. Постепенно он достиг седьмого дана по айкидо. В это время судьба актера круто изменилась благодаря кинематографу. Так как же Сигал стал актером? А это случилось в той же Японии. В 1982 году Стивена пригласил знаменитый мастер кэндо Оноха и Торо на съемки фильма «Вызов» как эксперта по японскому фехтованию. Сигала попросили поставить несколько сцен боев на мечах катана и привезти своих учеников для массовок. Это был его первый опыт в кинобизнесе. В следующем году Стивен принимает решение перевезти свою школу боевых искусств в Лос-Анджелес. Для такого дела Сигалу приходится вызвать личного помощника из Японии. Стивен начинает популяризовать айкидо в Америке. Кстати, его школа работает и до сих пор. Популярность школы возрастает и в 1986 году Майк Овитц, в то время, пожалуй, самый влиятельный человек в Голливуде, заинтересовался обучением у Стивена Сигала и стал его личным учеником. Позднее Овитц знакомит Стивена с руководством Warner Brothers. Для этого в специальную студию были привезены татами, где парень на протяжении 10 минут демонстрировал свои боевые навыки. Воротилы Голливуда были в восторге. И как результат было принято решение студии Warner Brothers написать сценарий специально под Стивена Сигала и снять фильм над законом. В этом кино Стивен предстал в роли полицейского, владеющего искусством айкидо. Бюджет фильма составил 7 миллионов долларов. В прокате картина собрала более 30 миллионов. По мнению критиков, успех объяснялся удачным сценарием, в котором были отражены некоторые факты из жизни самого Сигала. По словам актера, он был счастлив, получив возможность сыграть себя. В конце 80-х годов шериф в штате Луизиана попросил Стивена Сигала обучить его заместителей боевым приемом, а затем принял его в штат как заместителя в запасе. Эта должность сохраняется за актером и по сей день, как почетный титул. В свое время Сигал окончил полицейскую академию и с тех пор проводит в Луизиане несколько месяцев в году, теоретически готовый исполнять обязанности по охране порядка, но практически. Наверное, Стивен Сигал уже, мягко говоря, немного староват для этого дела, ведь ему как-никак 68 лет. Стиль боя Сигала сильно отличался от стиля других боевых искусств, которые демонстрировали на экранах Брюс Ли, Чак Норрис, Жан-Клод Ван Дамм и другие звезды боевиков. Тем не менее, Айкидо построено на использовании инерции и веса тела противника для применения различных замков, удушающих и захватов. Да, на экране этот стиль смотрится не так эффектно, но по утверждению Стивена, в реальной боевой ситуации он показывает себя очень хорошо. Сигал помогал тренировать бразильского бойца смешанных единоборств Лиота Мачиду, который поблагодарил Стивена за то, что он помог ему отточить удар, который он использовал, чтобы нокаутировать Рэнди Кутюра. Также, по утверждению Сигала, он тренировал Андерсона силу к первому поединку с Шейлом Соненом. В 90-м году актер снялся в фильме «Смерти вопреки» с Калилы Брок. Фильм был очень успешным и собрал более 50 миллионов долларов в прокате. В этом же году выходит фильм, помеченный смертью, или другое название «Его надо убрать». Продюсеры позволили Сигалу много вольностей, и Стивен считает, что в этом фильме сняты лучшие боевые сцены его карьеры. Амплуа сурового хорошего парня в то время очень легко и быстро прикрепилась к Стивену Сигалу. Он приобрел мировую известность и обзавелся массой преданных поклонников. Далее актер снимается в фильмах «В осаде» и «В осаде 2», «Патриот», «Сквозные ранения», «Часовой механизм», «Иностранец» и «Иностранец 2», «Охота на зверя», «Мачете» и других. В 90-е годы боевики с участием актера в основном имели хорошие кассовые сборы, а в нулевых был некоторый спад. Но все равно Сигал по-прежнему имеет очень преданных поклонников и продолжает оставаться звездой с высокими доходами. Личная жизнь актера также не стояла на месте. После переезда с Японии в США Стивен женится на Адриен Ларуса, хотя на то время он был еще не разведен со своей первой женой. После этого инцидента обе женщины покидают Стивена. Но он не отчаивается и на съемках фильма «Смерти вопреки» знакомится с актрисой Кэлли Леброк, которая и стала его третьей женой и родила актеру троих детей. Но и здесь Стивен Сигал не остепенился. Он влюбляется в няню собственных детей Арису Вульф, которой на тот момент было всего 16. Ариса родила ему дочку Саванну, а дальше, как говорится, больше. На одном американском телешоу Стивен Сигал внезапно представил общественности новую жену и маленького сына, о которых до того момента мало кто знал. Оказывается, актер с 2009 года состоял в браке с Эрденетуя Бацух, жена актера, профессиональная танцовщица, уроженка Монголии. В жизни Стивен Сигал оказался еще и предприимчивым. В начале 90-х годов вместе с актерами Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером и Брюсом Уиллисом основал сети ресторанов «Планета Голливуд». Также имеет фирму по выпуску энергетического напитка «Стивен Сигал Слайтинг Болт», но в настоящее время производство напитка прекращено. Сигал продает лосьон после бритья под названием «Сцент оф экшн», а также ряд ножей и оружия. Кроме того, артист имеет фирму в штате Колорадо. Сигал использует ее в основном в целях агротуризма. Одним из странных хобби актера является выращивание тутовых шелкопрядов, которых он затем продает на интернет-аукционе. Стивен ведет активную благотворительную деятельность по всему миру, поддерживает экологические программы, организации по защите животных, участвует в проектах, направленных на помощь голодающим и больным детям. Что касается последних киноработ, то в 2016 году он появился в главных ролях в боевиках «Кодекс чести» с Крейгом Шефером, «Совершенное оружие» с Джонни Месснером, «Снайпер-специальный отряд» с Тимом Эббеллом и других. В 2017 году Сигал наряду с легендарным боксером Майком Тайсоном снялся в приключенческом экшене «Китайский продавец». Также актер задействован в фильмах «Главнокомандующий» и «Вне закона». Не новость, что Сигал имеет три гражданства. Само собой американское, а с 2016 года – сербское и российское. Актер много времени проводит в России и участвует в различных благотворительных акциях, рекламных и пиар-компаниях. Друзья, многие не верят, что Стивен Сигал является мастером седьмого дана по айкидо. Как говорит Олег Токтаров, Джин Лейбелл, американский инструктор боевых искусств, в одном из показательных поединков придушил Стивена в свои 67 лет, хотя уровень Лейбела – это первый разряд под зюдо. Друзья, а как вы думаете, Стивен Сигал реальный боец или его умения сильно преувеличены? Напишите в комментариях. А также напишите, какие фильмы с участием актера вам более всего понравились и поддержите это видео лайком. Всем успехов! Субтитры сделал DimaTorzok